всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю снимать новый влог у нас отличная погода я без макияжа такой блеск на губах в купальнике потому что у нас 24 градуса солнышко в принципе достаточно жарко но не так как было когда было 30 так что в принципе погода налаживается сейчас на кухне разбирала посудомойку вспомнила что у меня одна девушка спрашивала как мне мисочки которые я заказала сайта порядок точка ру вот эти вот с крышкой ставила ли я их посудомойку ли и в микроволновку доставила единственного них не замораживала ничего но я в таких емкостях никогда ничего не замораживаю не знаю столько перетертые ягоды можно заморозить да вот как вариант потом переложить как-то пакетик или как-то так не знаю но в общем обычно таких мисточках я ничего не замораживаю вот ничего мне не раскололось ничего не потемнело ничего с ними не случилось я вам сейчас их покажу потому что ну да обычно такие салатники нельзя ставить в этот микроволновку разогревать обычно они такие чисто для салатов нет здесь я и храню в них кстати макарошки и ну в общем всякое такое да то что осталось с ужина ставлю в холодильник потом микроволновку и все отлично также хочу напомнить что у меня на этом сайте порядок точка ру есть промо код со скидкой дополнительная скидка 10 процентов я вам все оставлю всю информацию оставлю внизу в инфобоксе сейчас покажу миски вот у меня эти мисочки очень удобно их хранить один в один вот так вот ставила они есть разные расцветки девочки какой больше нравится вот и крышки но разогревала я микроволновки без крышки кстати не подумала не знаю мне ничего такого не было что брызгала вот они абсолютно нормальные ничего с ним вот такая вот у меня марка вот вот видите они даже нарисовано что можно ставить в микроволновку и посудомойку так что так что все хорошо вот такие вот они у меня вот отлично мне очень нравится вот даже может быть еще закажем она пока мне хватает вот трех вообще абсолютно полностью так что в отличном состоянии так что не забывайте кто хочет заказать что есть еще дополнительный промо код покупала я все это на свои деньги девочки так что вот так вот мне еще просили показывать покупки в моем местном магазине в которые я езжу вот у нас мясо я не купила потому что у меня еще есть купила у меня правда порвался пакет немножко винограда буквально одну веточку чесном у меня дети съедят меня младше с ног очень любит виноград вот этот очень вкусно 100 400 рублей за килограмм дорого но для ребенка я покупаю маленькую веточку было помидорчики такие хорошие не знаю откуда они привозят в общем 120 рублей килограмм черешня 250 рублей килограмм да там еще есть другая по 400 по 500 по 600 по 800 как вы хотите и купила вот такие четыре сливины вот эти большие я очень люблю они обычно сладкие вкусные такие сливы 350 рублей за килограмм меньше килограмма получилось 4 штучки вот в общем вот такой вот небольшого меня совсем немножечко купила съездила потому что сыночек мне пришел виноград купила ему и помидорки мы еще не поспели у нас огурцы уже едим вовсю а вот помидорки еще не поспели поэтому я купила соответственно помидорки вот я тут девочки еще как-то в интернете наткнулась на одно фото как можно прилично кушать семечки или какие-то ягоды в которых есть косточки насыпаете в мисочку внутрь стать точнее начали ставите стакан и вокруг насыпаете ягоды или семечки или что-то да что имеет ну как бы вот косточки соответственно и так далее я не знала таком я обычно ставила на стол одну мисочку и вторую мисочку в которой все можно вот это складывать чтобы ничего не падала не болталась а теперь ставлю вот так вот прикольно и все кто подходит берут там черешенку потом сюда бросают вот эти хвостики косточки и я потом их просто выбрасываю все вот так что мало ли кто если не знал вот таким образом можно есть черешню вишню ну в общем всякие такие ягоды которые имеют косточки очень даже прикольно на мой взгляд вот и даже симпатично смотрится вот так что вот так вот у меня теперь такая красота на столе стоит еще своим мальчишкам сделала сосиски в тесте слоеного теста мне тут некоторые раскрутились но ничего страшного вкусные сосисочки сейчас у меня будут чай пить муж как раз приехал с работы так что попьют чайок достаточно часто я делала что-то из сосисок какие-нибудь пиццы и и тому подобное любят у меня мужчина такое так что делаю стараюсь девочки меня спрашивают дружат они или нет жуси хочет дружить каспер не хочет дружить они как-то так пытаются точнее джуси пытается с ним подружиться каспер вообще ни в какую он как-то это ниже его достоинства это просто какая-то мерзкая псина но если он приходит лежит где-то она обязательно к нему приходит просто ложится рядышком и лежит а так если она начинает за ним ходить он ее бьет ну как бы без когтей просто знаете так лапы ей пытается ударить тоже научилась от него уворачиваться ну вот еще так они живут вдвоем да такие вот вот ну каспер сейчас вот попрохладнее стало он хоть как-то мы увидеть стали до этого когда жарко было конечно его вообще не было он где-то ныкался там знаете под диваном под кроватью спал там где попрохладней целый день выползал только вечером это я потому что меня просят показывать каспера одна девушка вам огромный привет она больше любит котов и просит мне все время показывать каспера такого часу летом жару не поймать только вечером он у меня это то не всегда по крыше только ходит так что такие красавцы боно пришла тоже его на к ним легла вот красавцы втроем не хватает только кошки кошка и вообще все равно на всех она своей жизнью живет каспера сидит ты недоволен каспер такая смотрите троица тапок это тапок младшего джуз все время нас ворует тапки младшего сына моего вот такие красавцы трое он кошка кошка с ними не дружит кошка отдельно живет кошечка хорошая тоже у нас 15 лет ей зовут ее гуня он такая сама по себе тоже спит в основном где-то раньше еще охотилась на птичек всяких сейчас смотрю уже уже нет что-то они тут отдыхают прикольно да такая картинка троица такая врединах табона вредные все особенно он те два наверное знаете это кто вреднее красавцы любимки мои и как-то спросили зачем вам столько животных чтобы их любить зачем они еще нужны я бы больше бы завела если бы не мой муж я муж против он горит в доме живут две собаки толку никакого не охранники не палает никто ни разу но бона вообще редко очень лает ну и джуз видна с нее пример берет она вообще трусишка у нас поэтому что вы такие вот у меня красавцы все шерсти бонин и бон у меня сейчас линяет надо ее вычесать или но я его чувствуем все равно потом на мою ее дабы а то скажи и красавцы у меня сейчас мальчики ездили кататься на своем квадроцикле и привезли мне вот такие цветочки посмотрите как мило девочки на самом деле я очень люблю всякие вот такие полевые цветы и вот такие вот вот такие вот букеты я не знаю для меня вот подобный букет собранный и мужем кстати и сыновьями он дороже я не знаю любого огромнейшего букета роз купленного где-то да вот но я обожаю на самом деле обожаю вот эти вот цветы но не то что эти цветы а в принципе полевые всякие цветочки и особенности люблю такие знаете мелкие ромашки которые полевые не знаю лекарственные так или какие вот но в общем всякие мелкие когда знаете собран такой вот огромнейший букет вот такой прям огромной огромной шапкой и там такие меленькие цветочки разных 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 цветов у меня такого букета конечно никогда не бывало потому что я не знаю это все поле наверно надо собрать вот такой букет был но такие милые вот такие милые букетики я очень сильно люблю что мальчики тоже стараются собирают для меня спасибо им огромное еще собрала клубники в прошлом влоге показывала в этом уже поменьше становится но мои еще едят ее эти мелкая такая осталась принципе у меня достаточно крупная растет да вот принципе мы ее съедаем вот сейчас вот я наверное заморожу вот это вот или компот у меня еще дети компот хотят вот так что на раз варю компот и чуть-чуть совсем заморожен принципе у меня видите не едят мужчины сладкое там пироги и скобника и тому подобное поэтому вот так вот поэтому и получается что мне ни к чему особо замораживать варенье там варить да и не так в принципе много у меня две играть две грядки вот такая получается миска всего лишь вот а еще у нас тут босс смотрит на стокно открыто и туча тут идет у нас смотрите какая наверно будет что-то будет гроза или дождь что-то у нас сегодня затянуло все вот солнышко ушло темно стало огурцы там моих парники вьются так что видите какая девочки погода будет не знаю будет дождь владик будет 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 вот владик говорит будет дождь мы на всякий случай все убрали с улицы все что может намокнуть вот так что так что так окно у меня тут открыто кое-кто лазит тут туда-сюда мама намыла и вот этот еще лазит красота да какой-то сорняк и в завершении этого влога девочки хочу ответить на несколько вопросов которые мне задавали я кстати сейчас не крашу глаза потому что и тональную основу тоже никакой не наношу потому что ну то в огороде то еще где-то жарко душно все течет и все размазывается в итоге я посреди дня все равно умываюсь я никого не учу я просто говорю так как есть у меня отвечаю грубо говоря на вопрос первый вопрос это по поводу лени ну конечно же я ленюсь конечно же бывают у меня такие моменты когда ничего не хочется делать и соответственно я ничего не делаю честно признаюсь но я стараюсь не затягивать с этим потому что лени это такая вещь которая все-таки затягивает поэтому один максимум два дня я себе это позволяю а потом нет вообще по поводу уборки мотивирую ли я вся как-то нет но точнее да я мотивируюсь но у меня мотивация идет от обратного то есть я люблю когда чистота порядок в доме когда уютно убрано пахнет каким-то какой-то ароманной выпечкой тому подобное соответственно я это делаю потому что мне нравится конечно результат я не скажу что я не люблю убираться принципе и люблю у меня даже бывать настроение когда я могу там не и за полдня какой-нибудь шкаф разбирать не шкаф моем случае на какую-то гардеробную реклановку ли что-то в этом духе вот то есть бывает и такое настроение у меня но в общем и целом я стараюсь убираться для потому что люблю вот эту конечный результат картинку я не фанат уборки то есть я не буду мыть там где чисто просто для того чтобы освежить или помыть или я не знаю просто просто для того чтобы помыть нет я такого делать не буду я исключительно убираюсь там где грязно я живу загородным у нас большой дом я уже в этом говорила и мне такое есть правило что у каждой вещи должно быть свое место как раз таки в доме это можно осуществить плюс я не стараюсь не доводить скажем так до генеральной уборки то есть я поддерживаю чистоту стараюсь поддерживать чистоту и порядок выглянула солнышко я так понимаю что у нас даже не будет вот стараюсь поддерживать порядок и чистоту и еще такое ну скажем так правило мне есть лучше хоть что-то чем ничего то есть лучше я вот ну хоть что-то сделаю чем вообще ничего вообще я просто ну вот как вот вхожу в ритм и стараюсь из этого ритма не выпадать то есть убираешь убираешь там стала делаю 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 какие-то дела и и как бы ну и как бы таким образом держу скажем так себя в тонусе можно так сказать я люблю когда у меня в течение дня то есть день заполнен что в принципе чем-то какими-то делами и я стараюсь не вот то что там утром встала начала убираться и убираешься убираешься нет как-то комбинировать то есть там поезд здесь по убиралась там пошла с детьми что-то поделала пошла там в огород что-то поделала потом это потом то есть чтобы вот не было постоянно какой-то одной монотонные работы если что-то мне не нравится например я не очень люблю гладить то я включаю какую-нибудь аудиокнигу я не закон фильм в конце концов сериала я не смотрю сериала не смотрю потому что меня сериалы затягивают я такой человек который он пока не пересмотрит все до конца не успокоится поэтому я стараюсь их не смотреть единственно включая могу включить секс большом городе могу включить пару могу включить я не знаю там широка холмса какого-нибудь ну такие вот я очень люблю люблю пересматривать и вот соответственно стараюсь что-то делать но в основном сейчас слушаю аудиокниги вот детективы я очень люблю я уже об этом тоже говорил с уборкой я надеюсь что все понятно то есть я еще исхожу из того что если не я то никто ну как бы мои мужчины конечно мне помогают но в общем и целом домом уборкой занимаюсь я сама поэтому вот как-то так у меня в основном пыли у меня как таковой нет у меня в основном шерсть животных проблема в доме да но животных у меня много они кстати мне все линяют знаете по очереди получается круглый год у меня кто-нибудь линяет в доме поэтому шерсть это мое все точнее пылесос это мое все вот надеюсь на этот вопрос ответила еще хочу ответить на вопрос почему мой старший сын не появляется в кадрах потому что он не хочет этого делать не хочет прям очень сильно даже когда я начинаю там что-то снимать он отходит знаете за плечо он мне как-то уже говорил мама я не хочу не хочу и как бы на этом вот как бы все если у нас сейчас такой период знаете он еще не подросток но уже не ребенок да и вот какие-то темы такие у нас постепенно начинаются я не хочу заставлять я никого и вообще не заставляю появляться в кадре поэтому поэтому вот как то так кстати по поводу воспитания детей тоже был вопрос строгая мама или нет нет я не строгая мама но у меня получилось удалось выстроить такие достаточно доверительные отношения со своими детьми я надеюсь что и в дальнейшем такое у меня и будет я не скажу что мы прям друзья все таки я мама это два сына и мы немножко разные да и разные отношения у нас и так далее но в общем и целом со мной дети могут поделиться и своим настроением и своими переживаниями и всем остальным потому что я их никогда не высмеиваю даже если мне кажется ситуация такая достаточно смешная но я никогда не буду высмеивать то что они мне говорят я не ровно своих детей единственное что я могу повысить тон если вот что-то вот прям перебор у меня какой-то да я конечно повыше том но не более того и я сама не стесняюсь говорить детям о своих чувствах то есть например там я сижу там какая-нибудь злая что у меня спросили я там буркнул в ответ вот и обычно сын на меня стоит так смотрят я говорю сыночек у меня там я не знаю цветы цветы какие-то повяли я так расстроилась и не могу и ну как бы говорю то что я чувствую он конечно мне посочувствует посмотрит на меня как на сумасшедшую женщину но в итоге дети понимают что вот до мамы расстроилась там из-за того-то или там не за у меня разбилась моя любимая чашка и я из-за этого расстроены и так далее с теста они тоже самое то есть я расстроилась из-за того что я там проиграл в игру там и так далее это ну как то вот какие такие моменты вот баллы я своих детей добавил я еще мой муж считает что очень мало я так не считаю потому что я лично считаю что родители по крайней мере мамой нужно для того чтобы баловать в жизни вот они вырастут их никто не будет баловать но поверьте тем более два мужика ну там вообще как бы никто не будет нужно если только немножко вот поэтому я хочу чтобы мои дети росли в любви и радости и им было что вспомнить в детстве вот из своего детства скажем так вот поэтому я я не бью своих детей не а ровно своих детей не унижаю своих детей не оскорбляю своих детей ни в коем случае и соответственно получаю такое же отношение к себе с их стороны вот как-то так у меня происходит вот ну как то вот мне удалось какие такие доверительные отношения потому что я доверяю им я отношусь к ним как полноценным личностям не как детям даже типа дети глупые ничего не понимают нет я уважаю характер уважаю мнение и вот как то так у меня происходит у меня так со всеми наверно вот так что вот так вот такие вот истории я надеюсь что я вам ответила на эти вопросы и если что пишите внизу инфобоксе и я еще следующем блоге наверное тоже немножко поболтаю в конце влога кому это интересно и расскажу что-нибудь еще что вы хотите но на сегодня буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео на был для вас полезным и самое главное интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую до новых встреч